Академия Геополитических Проблем Уважаемый Александр Евгеньевич, уважаемые дамы и господа, позвольте поздравить вас всех с наступающим праздником Светлой Пасхи. Именно в этот день мы особенно остро ощущаем, что помимо нашего материального мира существует и другой тонкий мир. И чудесное воскрешение Иисуса Христа является ярким подтверждением существования и тонкого мира, и вечной жизни. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить не о физических каких-то законах, постулатах, а поговорить о одной очень важной духовной теме. Теме, которая всегда беспокоила каждого из нас, поговорить о Боге, о том, как появился окружающий нас мир, а также о том, кто и как сотворил человека на земле. Эти вопросы всегда волновали и простых людей, и крупных ученых с мировым именем, которые искренне верили в Бога. Один из самых популярных ученых мира, Альберт Эйнштейн, признавался, что очень хочет узнать, как Бог создал мир. Он утверждал, что чем глубже человек проникает в тайны природы, тем сильнее он почитает Бога. В своей книге «Мироздание» я тоже постарался поразмышлять об этом, и в ней, с точки зрения таких наук, как философия, физика, космология, биология, анатомия и так далее, приведены достаточно веские доказательства существования Бога. Оказалось, что в каждой из этих дисциплин мы можем найти подтверждение того, что наш мир не мог появиться случайно, что, несомненно, существует великий разум, который сотворил и окружающий нас мир, и человека в этом мире, и имя ему Господь Бог. Эти знания мы можем подчеркнуть из древних священных книг, прежде всего из Библии. Там в Бытии описано семь условных дней, еще раз, условных, за время которых Бог сотворил жизнь. По сути, Бытие – это краткая, но емкая летопись сотворения жизни на Земле. Удивительно, но все утверждения о сотворении жизни вполне согласуются и с природными явлениями, и с результатами научных исследований. Они позволяют понять истинную картину сотворения мира и рассмотреть положение священного писания через призму современной официальной науки. Итак, день первый. Вначале сотворил Бог небо и землю. Исходя из этого положения священного писания, можно полагать, что сначала Бог сотворил Вселенную. Здесь небом, под небом подразумевается необъятное эфирное космическое пространство Вселенной. Во Вселенной из эфирной среды, по велению Бога, формировались частицы, атомы, звезды, галактики. В галактиках звезды сталкивались, разрушались и образовывали планеты. Одной из таких планет и стала наша Земля, которая, полагаю, представляла собой раскаленную часть от столкнувшихся звезд. Земля была безвидна. То есть, Земля в начальный момент своего формирования не имела четкого вида. Она представляла собой пылающий, бесформенный сгусток, раскаленный плазмой. Остывая и вращаясь в эфирных потоках, Земля под действием гравитационных сил сформировалась, как шарообразная планета. Но, следуя священному писанию, можно сделать вывод, что Земля еще не стала частью Солнечной системы. И тьма над бездной. То есть, на начальном этапе формирования Земли, Солнца рядом с ней не было. Вокруг была лишь тьма. Поэтому Земля в виде раскаленного сгустка летела в темном, безмолвном, космическом пространстве Вселенной. Этот огромный вращающийся космический сгусток был пуст и гладен. Земля ж была безвизна и пуста. Однако Земля не была единственной планетой во Вселенной. Очевидно, во Вселенной уже миллиарды лет шло формирование других галактик, в которых сформировались и другие звезды, и другие планеты. И на некоторых планетах, полагаю, была жизнь и была вода. И Дух Божий носился над водою. Значит, вода уже присутствовала во Вселенной. И именно там, в виде эфирных потоков, и обитал Дух Божий. Но Он пока еще не посетил нашу планету. И не приступил к сотворению жизни на ней. Бог направил Землю к Солнцу. И именно с приближением Земли к Солнцу на ней появился свет. И сказал Бог, да будет свет. И стало так. Создатель расположил Землю в Солнечной системе. На Земле, благодаря ее вращению вокруг своей оси, установилась ежедневная смена времени суток. И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил свет от тьмы. То, что Земля уже приняла шарообразную форму, свидетельствует слова Священного Писания. И был вечер, и было утро. Действительно, свет и тьма не сменяли друг друга мгновенно. Это происходило постепенно. То есть между светом и тьмой были плавные временные промежутки. Вечер и утро. Это возможно, но при условии, что Земля имела форму шара. И постепенно, и постоянно вращалась вокруг своей оси. Примерно так, 4,5 миллиарда лет назад, Земля появилась в Солнечной системе. Интересно, что положение Священного Писания заставляет серьезно переосмыслить современную, но, на мой взгляд, достаточно сомнительную, трактовку процессов формирования Солнечной системы. Так же, как сомнительная и возможность формирования планет, их спутников и астероидов Солнечной системы, извращающихся вокруг Солнца протопланетного диска из космической пыли и газа. И здесь, поверьте, есть над чем поразмышлять. Необходимо сказать, что очень часто люди задаются вопросами, а что было до первого дня бытия? Как возникла Вселенная? Что было до ее возникновения? Эти и многие другие вопросы поднимаются и в книге «Мироздание». Там также можно найти и ответы, которые позволяют сформировать понимание общей картины мира, начиная с возникновения Вселенной. Книгу можно бесплатно скачать на нашем сайте. Надеюсь, будет интересно. Здесь указаны все необходимые адреса, где это можно сделать. А мы пока перейдем к рассмотрению второго дня бытия. Во второй день бытия внутри Земли активно происходили ядерные процессы, в результате которых образовались разнообразные химические элементы. Сквозь кору Земли на ее поверхность проникали газы – водород, аммиак, азот. Они создавали прообраз атмосферы планеты. В этот день, согласно решению Бога, на Земле появилась вода. Вода стала важнейшей средой для возникновения жизни на планете. Она явилась основным элементом для будущих живых организмов. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды. По утверждению теологов и богословов, твердь – это небо, воздушное пространство между облаками и землей. Образование воды происходило в раскаленной мантии планеты посредством горения водорода в кислороде. Вода в виде пара под высоким давлением выбрасывалась из многочисленных вулканов в атмосферу. Она испарялась и поднималась ввысь, формируя облака и тучи. Вода насыщала их и затем низвергалась на Землю потоками дождя и снега. Примерно 4 миллиарда лет назад на Земле начал формироваться мировой океан. Постепенно вода покрыла всю Землю и образовала гидросферу планеты. Таким образом, вода по велению Бога разделилась на воду гидросферы Земли, то есть вода, которая под твердью, и на воду атмосфера Земли, которая под твердью, которая над твердью. И стало так. Процесс остывания Земли продолжился и в третий день. Кора Земли оставала гораздо быстрее, чем ее ядро и мантия. Остывание приводило к ее сжатию и формированию зон напряженности. Кора Земли начала трескаться. В результате этих процессов примерно миллиард лет назад под водой сформировались тектонические плиты. Плиты наползали друг на друга и образовывали материковую возвышенность. Материк стал возвышаться над водой. Ученые считают, что примерно 3,2 миллиарда лет назад закончилось формирование единого материка, и на планете произошло разделение воды и суши. В плитах появлялись разломы, в которых устремлялась вода. Эти разломы стали прообразом морей. А тектонические возвышенности – суши. В мировом океане и в морях начала зарождаться жизнь. История возникновения жизни – один из самых сложных вопросов, который когда-либо стоял перед человечеством. Современные ученые сходятся во мнении, что живая природа возникла из неживой материи в результате случайных процессов эволюции углеродистых соединений, которые происходили в первичном бульоне мирового океана на ранней стадии развития планеты. Однако, известный английский астроном Фредерик Хойл показал абсурдность этой идеи. Малая вероятность этого события сравнил с вероятностью появления торнадо над рынком старых вещей, на котором находились все запасные части Боинга, и который случайно из этих запчастей собрал самолет, готовый к вылету. Поэтому и я глубоко убежден, что без Божьей силы появление и эволюции живых организмов на планете была бы невозможной. Кроме того, считаю, что живое может произойти только из живого. Тема возникновения жизни требует отдельного, серьезного разговора. Думаю, что к этой теме мы обязательно вернемся, но не сейчас, а на следующих чтениях. Тема возникновения жизни требует отдельного... А пока позвольте выставить свое предположение, что эволюция живых существ на планете была четко спланирована. И создатель подготовил план этой эволюции. Согласно этому плану, на планете должен был появиться человек, разумное существо, близкое Богу. Но сначала необходимо было создать условия для его рождения, существования и развития. Исходя из этого, на Земле для обеспечения жизни человека предварительно должны были появиться растения, рыбы, птицы, млекопитающие. Поэтому в третий день мироздания Бог спланировал сотворение растений. И этот план был полностью исполнен. В океане появились первые молекулы, которые образовали первичные клеточные живые организмы растения. Растения начали развиваться и приспосабливаться к условиям мирового океана. Во время шторма они выбрасывались на сушу, высыхали и перемешивались с песковой пылью, образовывая первичный плодородный слой. Часть растений, оставшихся в песке и или, прорастали и приспосабливались к новым условиям. Так на суше появились первые растения. Согласно современным представлениям, сине-зеленые водоросли появились примерно 2,5 миллиарда лет назад. А первые растения на суше около 450 миллионов лет. Земля начала преображаться. Однако эти начальные преобразования пока еще оставляли желать лучшего. Волны океанов и морей охватывали лишь небольшую часть суши. Для скорейшего распространения растений на Земле нужны были более серьезные преобразования. И в этом смысле очень интересен четвертый день сотворения мира. Именно в этот день, согласно бытию, то есть примерно 400-500 миллионов лет назад, в рамках Солнечной системы сформировалась локальная космическая система Солнца-Земля-Луна. У Земли, кроме Солнца, появилось еще одно светило. Светило меньшее для управления ночью. Ее естественный спутник – Луна. Полагаю, Луна – не случайное событие в истории существования нашей планеты. На Земле зародилась жизнь, и она требовала обеспечения своего скорейшего развития и своей защиты. Луна наряду с Солнцем явилась не просто светилами на Твердии Небесной, но и важнейшими элементами для развития жизни на планете. Под их гравитационным воздействием в Мировом океане стали возникать приливные волны высотой около 9 метров. Вода во время приливов стала глубоко проникать на отдаленные участки Земли и приносить с собой водоросли, из которых на суше эволюционировали растения и деревья. В 1984 году на Гавайской конференции по планетологии была принята основная гипотеза возникновения Луны, предложенная американскими учеными Хартманом и Дэвисом. По этой гипотезе Луна возникла 4,5 миллиарда лет назад после столкновения Земли с гипотетическим небесным телом Терии. В результате столкновения большую часть вещества земной мантии была выброшена на околоземную орбиту, которая вместе с остатками этого космического тела образовала Луну. Однако эта теория не лишена многочисленных недостатков. Положение этой теории противоречит и священному писанию, которое определяет появление Луны не 4,5 миллиарда лет назад, а уже после того, как появились первые растения на Земле, то есть примерно 500 миллионов лет. Лично мне в этом вопросе более понятна гипотеза немецкого ученого Генриха Ольберста 1808 года о происхождении главного пояса астероидов. Вы скажете, при чем здесь главный пояс астероидов? Сейчас поясню. Согласно гипотезе, он образовался при разрушении гипотетической планеты Фаэтон, столкнувшейся с неизвестной кометой много лет назад. В настоящее время эта гипотеза уже отвергнута научным сообществом, но обоснована ли? В книге Мироздания описаны аргументы ученых, опровергающих гипотезу Ольберста. Необходимо ответить, что мне эти аргументы не видятся столь уж бесспорными и убедительными. Поэтому там представлен свой взгляд на этот феномен нашей Солнечной системы, согласно которому Луна – это, возможно, осколок Фаэтона, который породил и главный пояс астероидов, и Луну, и спутники Марса, Юпитера и Сатурна. Полагаю, планета Фаэтон реально могла бы быть той космической, крупной космической фигурой, которая была пожертвована Богом при розыгрыше шахматной партии на доске Вселенной. Но для чего? Вопрос резонный. Для защиты. Для защиты жизни на нашей планете от астероидов и метеоритов. Именно этот пояс перехватывает большую часть сторонних астероидов и метеоритов и не дает им приблизиться к Земле. Часть из этих астероидов перехватываются Юпитером, Сатурном и другими планетами Солнечной системы. Астероиды, которые все же прорываются через эту защиту, притягиваются Луной или сгорают в атмосфере Земли. Создатель заботливо сформировал систему безопасности жизни для своих будущих питомцев. Необходимо отметить, что гипотез о происхождении Луны очень и очень много. И ни одна из них пока не имеет твердых оснований для уверенного восприятия их научным сообществом. Думаю, что в силу вновь вскрывшихся обстоятельств можно было бы вернуться к этому важному вопросу и еще раз посмотреть его с точки зрения положений Священного Писания. И может быть тогда мы сумеем найти истину и восстановим правдивую картину образования всей Солнечной системы. Таким образом можно подвести итоги четвертого дня бытия. На околоземной орбите появилась Луна. Луна способна была отражать свет Солнца на затемненную сторону Земли. Солнце сменяло на небосводе Луну, день сменял ночь. Наклон оси вращения Земли обеспечил смену времен года. Земля готовилась к появлению животного мира. Все условия для этого были уже формированы. В пятый день бытия примерно 400 миллионов лет назад Создатель подарил Земле первых рыб, земноводных и пресмыкающихся. А 200 миллионов лет назад первых птиц. Все они появились в результате длительной, многолетней, управляемой Богом эволюции. Развитие мира это глубоко продуманный процесс. Он имеет единую смысловую основу развития жизни, единую физическую основу воду и единые механизмы своего развития клетку и ДНК. К примеру, клетки растения, животного и человека по сути и по строению идентичны. Кроме того, во всех ядрах клеток растений и животных существует копия генетического материала организма, его ДНК. И растения, и животные на 70-90% состоят из воды. По совершенно четкому плану Создателя, мир в своем развитии пошел по пути постепенной эволюции. Сначала появились рыбы, затем присмыкающиеся, потом птицы. И так на Земле появились живые организмы, которые могли передвигаться, имели мозг, а также систему дыхания, кровообращения и размножения. Разнообразный растительный мир обеспечивал животных необходимым питанием на суше и в океане. Эволюционные процессы в растительном и в животном мире приобрели устойчивый и целенаправленный характер. Мир развивался и становился все более и более совершенным. В шестой день бытия Бог направил свои усилия на дальнейшее развитие животного и растительного мира планеты. Исходя из его замысла, эволюционный процесс на планете стал развиваться в направлении формирования разумного существа, человека. Не только его, но и его окружения в виде растений, животных, которые могли бы быть полезны человеку в процессе его существования. Примерно 250 миллионов лет назад, отвечая замыслу создателя, некоторые присмыкающиеся под влиянием климатических условий постепенно преобразились и выделились в группу млекопитающих. По мнению биологов, на Земле существует около 5,5 тысяч их видов. И самый яркий их представитель – человек. По плану Бога, каждый живой организм на Земле создан с определенной целью. Пчелы для опыления растений, мошки для питания птиц, мыши для листьев, домашние животные, созданные Богом для человека. Все они функционально завязаны на единую цивилизационную систему, в центре которого находится человек. Лошади перевозят для него грузы, собаки охраняют жилища, коровы и козы дают молоко, овцы – шерсть, кролики – шкурки и мясо, куры и утки – перо и яйца, свиньи – мясо и кожу. Все в этом мире создано для человека и его благополучного процветания. Все подвластно ему. И процесс эволюции домашних животных тоже был четко определен к создателям. К примеру, лошади около 50 миллионов лет назад были размером с лисицу. В процессе эволюции через 20 миллионов лет рост лошади достигал более полуметра. Еще через 20 миллионов лет – один метр. А миллион лет назад ее рост достиг уже полтора метра. Полагаю, современная, почти двухметровая лошадь вполне целенаправленно приобрела такие размеры для использования ее человеком при перевозке грузов и передвижений. Создатель дал человеку все необходимое для развития жизни. Потому что сотворение разумного человека и разумной цивилизации является его высшей целью. Человек – хозяин планеты. Он главный над всеми. Только он может преобразовывать действительность и изменять жизнь всей цивилизации. По сути, человек – это представитель Бога на Земле. Только человеку Создатель дал возможность владычествовать на планете. Только ему. Но как и каким образом появился человек на Земле? Действительно ли он произошел от обезьяны в результате естественного отбора и эволюционных процессов? Или же он был сотворен Богом? У дарвинистов существует огромное количество доказательств того, что человек произошел от обезьяноподобных приматов. Строение тела и мозга у человека и у приматов. Наличие и функциональные назначения его внутренних органов. Клеточное строение их организмов и схожесть генов. Высокий уровень развития нервной системы и так далее, и так далее, и так далее. На основании этого Чарльз Дарвин и предложил, что, возможно, нашими предками могли быть обезьяноподобные приматы. Казалось бы, дарвинисты имеют вполне устойчивую базу для защиты своих взглядов на происхождение человека. Однако ответить на вопрос, как и почему одни обезьяны стали людьми, а другие так и остались обезьянами, они не могут. Между тем, теологи утверждают, что в соответствии со священным писанием Бог создал человека по образу и подобию своему. И ни о каких обезьянах и приматах речи идти не может. Так кто же из них прав? Где истина? Полагаешь, что для осуществления созидательной деятельности на Земле обезьяны более чем кто-либо подходили Богу. Они имели развитый мозг, гибкие пальцы, были способны к прямохождению. Вероятно, из всех животных наиболее приспособленные виды обезьян могли стать удачной биологической заготовкой для создания разумного существа. Согласно Библии, сотворив человека, Бог вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Дыхание жизни – это, я полагаю, особые эфирно-информационные потоки, составляющие Дух Божий. Очевидно, эти божественные потоки были направлены в тела наиболее пригодных обезьян. И именно эти потоки дали толчок их особенному интеллектуальному и физическому развитию. Таким образом, под воздействием высших сил из обезьян были сформированы разумные базовые особи обезьяно-подобных приматов. Этот процесс не был мгновенным. Он потребовал времени и длительных эволюционных процессов. Поэтому на то, чтобы по велению Бога развитые обезьяно-подобные приматы целенаправленно выросли в современных людей, потребовалось примерно 200 тысяч лет. В этом случае интересно заметить, что в вечном споре дарвинистов и теологов о сотворении человека, на мой взгляд, право оказались и те, и другие. Действительно, и без Бога было нельзя, и без приматов не получается. Так появлением человека завершился шестой день бытия. В седьмой день бытия на планете сформировалась современная цивилизация. Окружающий наш мир наполнен со многообразием красок, запахов и звуков. Мир стал прекрасным и удивительным. Бог закончил свою неимоверно сложную, фантастически кропотливую и удивительно созидательную работу. Высшим существом на планете стал человек, созданный Богом и прошедший этапы своего эволюционного становления. Люди собирались в племена, организовали государства, создавали развитую человеческую цивилизацию. Однако в процессе своего развития человеческое общество, к сожалению, не отличилось в миролюбии. За время существования нашей цивилизации на Земле произошли около 15 тысяч войн, которые унесли жизни более трех миллиардов человек. Человечество не помнит такого дня, когда бы на планете не велась бы та или иная война. Люди все время убивали и убивают друг друга. На войне, в обыденной жизни, в спорах и ссорах. Они убивают то, на что Господь Бог потратил миллиарды лет. Они убивают его замысел, его творение. Они убивают человека. Человека, созданного Богом. Убивая себе подобным, люди не останавливаются. Они убивают и планету, на которой живут. Уничтожают животных и растения, моря и океаны, атмосферу и почву земли, леса и поля. Они сжигают и мусорят, ломают и разрушают, глупо надеясь на свою безнаказанность и неподсудность. А зря. Заканчивается седьмой день бытия. Бог готовит решение. Его главная цель – созидание и совершенствование мира. Тот, кто созидает и совершенствует, тот не противоречит Богу. Тот достоин жизни. Тот, кто противоречит, должен уйти. Нам дан единственный шаг на продолжение жизни на планете. Если не справимся, погибнем. Справимся, выйдем на новый уровень развития и станем процветающей цивилизацией. Для нас седьмой день не окончен. Итоги пока не подведены. Бог спокойно наблюдает за нами и нашими деяниями. А мы своими руками вершим свою судьбу. Для нас это самый важный день. Он может длиться или очень-очень долго, или может закончиться уже совсем скоро. Все в наших руках. От нас зависит, куда придем мы и куда придет наша цивилизация. И у нас только два пути. Один путь – это путь жизни, а другой – путь – путь гибели нашей цивилизации. Выбирать нам и времени для этого выбора у нас практически совсем не осталось. Пора уже задуматься и измениться. Ради себя, ради наших потомков, ради счастливой и радостной жизни на нашей замечательной и процветающей планете. Ради жизни, подаренной нам Богом, который никогда не забывает нас, посылая нам знаки своего внимания в виде ежегодного пасхального живительного огня. Огня, который и в этот раз снизойдет к нам, как призыв к процветанию, а может уже… Нет, еще раз. Да, а может уже как призыв к процветанию и к счастливой и радостной жизни. Поэтому еще раз вас всех с праздником. С Великим Днем, Светлый Патрон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова